По ксерокопиям и фотографиям на мобильных телефонах. Так второклассники Краматорской школы выполняют домашние задания. Они обучаются в украиноязычном классе, но книжек именно по украинскому языку им не хватило. Почему, выяснял Алексей Куделя. Давай увеличу, чтобы было видно. Давай, что это? Тверка, да. Горючая. Увеличу еще. Второклассница Настя вместе с мамой делает домашнее задание. Упражнения сфотографировали на мобильный телефон, ведь учебников на всех не хватило. Девочка жалуется, на маленьком экране мало что видно. По книжкам учиться легче, поэтому с некоторых страниц сделали ксерокопии. По учебнику. Почему? Потому что там немаленький экран, все видно четко. И можно быстро сделать. Настя учится в украиноязычном классе. Ее мама, переселенка из Донецка, принципиально отдала ребенка обучаться на украинском языке. Но дочь и треть ее одноклассников остались без учебников. Нет книг. И нас поразило то, что русские классы укомплектованы, а украинский класс, увы, нет. Мы, конечно, могли всем классам дружно купить недостающие книги, но я считаю, это неразумно и неправильно. Потому что в отчетность идет то, что мы бесплатно учимся. Так, пожалуйста, предоставляйте бесплатно эти книги. Украиноязычному второму ГЭНИ хватило учебников не только по украинскому языку, но и по информатике. С остальными книгами, в том числе и по русскому, проблем нет. Учебники приобретали пять лет назад, говорят, в управлении образования. Потом, по мере необходимости, их докупали. Деньги на это есть, но издательства не хотят продавать книги по тендерным процедурам. Они не приняли участие в тендере. После трех тендеров, где не принимали участь, были переговоры, но отмывались сповпрацювать как в светоцентре дезинформатики, так и у нас грамота, которая является основным поставщиком, подручником украинской мовы. На книжном рынке учебников по украинскому языку немного. Закупать их в большом количестве нет смысла, говорят продавцы. Ведь в министерстве могут поменять программу, и прошлогодние книги станут неактуальными. Программы менять в следующем году они не нужны. Вот это вот, например, 100 стоек, я ей буду вложить 10 гривен, будет стоить. Потому что она уже не котируется. Со следующего года все школы Краматорска переходят на украинский язык обучения. Где взять столько учебников, чтобы хватило всем первоклассникам, в управлении образования пока не знают. Алексей Куделя, Игорь Монастарев, телеканал Донбасс.